Утро от первого, мы на месте. Тринанс за руководством вручили в эту сколу поезды. Из-за принят, уезжаем. Водитель скорой помощи насмерть сбил мужчину в Шемкенте. Трагедия и произошла днём 2 августа по Тамирановскому шоссе. Автомобиль марки «Дома» сбил мужчину 55-60 лет. Пешеход переходил дорогу в неположенном месте. От полученных травм он скончался на месте происшествия. За рулём скорой помощи был 30-летний водитель. По факту смертельного наезда на пешехода ведётся расследование. Пожар произошёл 5 августа в микрорайоне Бузарык в Шемкенте по улице Уста Мухаммеда. Под навесом загорелся сухостой. Огонь распространился на площади 40 квадратных метров. Пожар удалось потушить в течение получаса. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет. Причина произошедшего выясняется. На месте пожара работали 2 единицы техники и 11 человек личного состава, а также сотрудники Центра медицины катастроф. Ещё один пожар произошёл в микрорайоне Кайт-Пас-1 по улице Жадыра. Огонь охватил крышу жилого двухэтажного дома. К приезду пожарных огонь успел распространиться на площади в 250 квадратных метров. Пожар тушили около получаса. Пострадавших нет, жильцы успели вовремя покинуть дом. Огонь тушили 29 сотрудников и 5 единиц техники. Больше 60 тонн филе судака незаконно экспортировали из Казахстана в страны Евросоюза. Общая стоимость рыбной продукции превысила 200 миллионов тенге. Расследование по факту крупной контрабанды завершили в агентстве по финмониторингу. Как выяснили следователи, предприниматель на протяжении года покупал незаконно выловленную рыбу и отправлял ее в страны ЕС. Подложные документы о происхождении рыбы предоставляло крестьянское хозяйство, у которого не было возможности искусственно разводить судака. Подозреваемого оштрафовали почти на 3,5 миллиона тенге. В доход государства взыскали и таможенную стоимость реализованной рыбной продукции. Водитель пропустил спецмашину. В Шамкенте пожарные совместно с полицейскими вышли в рейд. Автомашина службы пожаротушения, включив специальный звуковой сигнал, проехала по улицам, где есть трудные для проезда участки. За пожарными ехала автомашина сотрудников местной полиции. Многие водители Шамкента уступили дорогу спецавтотранспорту. При приближении транспортного средства с включенными пролисковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом водители обязаны уступить дорогу для обеспечения беспрепятственного проезда указанного транспортного средства. Так гласят правила дорожного движения. К сожалению, не все водители считают своим долгом пропустить спешащий на вызов спецавтомобиль. В результате пожарные не могут оперативно прибыть на место вызова и своевременно ликвидировать ЧАЭС. Однако среди водителей были и те, кто не пропустил спецавтотранспорт. В отношении двух нарушителей сотрудники полиции составили административный протокол. Некоторые водители не пропускают нас на дорогах, а ведь мы торопимся на вызов, чтобы ликвидировать пожар. Обращаюсь к автовладельцам с просьбой быть внимательными на дороге. Наша помощь может понадобиться каждому. Водители, которые не уступают дорогу спецавтотранспорту, привлекают к административной ответственности. Это нарушение влечет штраф в размере 7-месячных расчетных показателей. 100 человек нарушили ограничения, установленные судебными органами в Туркестанской области. В отношении них составлены административные протоколы. 19 человек привлечены к ответственности за нарушение законодательства об административном надзоре. На территории Туркестанской области проводились ОПМ подучетный элемент, направленный на профилактику рецидивной преступности. Выявления и постановки на профилактические учеты лиц, склонных к совершению правонарушений, а также их дальнейшую проверку по месту жительства. Также полицейскими проводится разъяснительная и профилактическая работа с целью предотвращения административных и уголовных правонарушений, а также оказания социально-правовой помощи. Подобные мероприятия будут продолжены и в дальнейшем. За купание в запрещенных местах к ответственности с начала купального сезона привлекли почти две тысячи казахстанцев. Правоохранители провели 10 тысяч рейдов патрулирования. За купание в запрещенных местах привлечены 1925 человек. За распитие спиртных напитков 785 человек, за мелкое хулиганство 475. Ежедневно задействуются свыше 15 тысяч сотрудников полиции и военнослужащих нацгвардии. Перекрепляется более 4 тысяч маршрутов. С наступлением лета в местах массового отдыха увеличены плотные снаряды. Личный состав обучен навыками спасения людей из воды и оказания первой медицинской помощи. Автопатрули оснащены средствами оказания помощи утопающим, спасательными кругами, жилетами и веревками. Совместно с подразделением чрезвычайной ситуации обеспечивается отход береговых линий, рейды по неподвижению, нарушение правил поведения на водоемах и распитие алкоголя. Раздействительная работа с родителями по контролю за детьми, наблюдение водоемов камерами Центра оперативного управления. Специалисты напоминают о необходимости соблюдать простые правила безопасности на водоемах, не купаться в состоянии алкогольного опьянения, в неустановленных местах и не оставлять детей без присмотра. Субтитры создавал DimaTorzok